Ребята, всем привет! Меня зовут Роман и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня я буду лепить призрачного гонщика. В предыдущем видео я лепил его мотоцикл. Если вы вдруг пропустили это видео, то можете посмотреть. Друзья, если вам нравится наш канал и вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. Лепку фигурки призрачного гонщика я начну с туловища. Внутреннюю часть сделаю из скульптурного пластилина. Ну а пока я буду лепить, я вам расскажу историю этого персонажа. Призрачный гонщик – имя, под которым известны несколько вымышленных персонажей, сверхъестественных антигероев, появляющихся в комиксах издательства Marvel Comics. Первоначально имя призрачного гонщика принадлежало герою вестерн-комиксов компании Marvel, однако позже его изменили на Ночной всадник, а затем на Призрачный всадник. Первым сверхъестественным призрачным гонщиком стал мотоциклист-каскадер Джонни Блейз, заключивший сделку с демоном Мефисто ради спасения жизни своего отца. Вторым стал Дэнни Кетч. Неизвестно каким по счету призрачным гонщиком, или конкретнее призрачным всадником, был техасский рейджер по имени Картер Слейд, но он исполнял обязанности призрачного гонщика еще до того, как Мефисто заключил сделку с Джонни Блейзом. Как говорил сам Слейд, он поддался на службу к Мефисто из благородных побуждений, чтобы отправлять в ад души грешников, задержавшихся на земле. Однако после очередного задания Слейд предал своего нанимателя и скрылся вместе с договором на тысячу проглятых душ. Чтобы вернуть договор, Мефисто пошел на сделку с Джонни Блейзом. Второй призрачный гонщик был мотоциклистом-каскадером по имени Джонни Блейз, который ради спасения жизни своего отца провел свою душу демоном Мефисто. Вместо этого его душа была связана с существом по имени Заратас. При использовании сил Заратаса Блейз превращался в пылающий скелет, и в его распоряжении переходил адский мотоцикл и способности спускать из любой части тела адское пламя. Он был героем одноименного комикса, выходившего с 1973 по 1983 год. В следующей серии призрачного гонщика 1990-1998 год место Блейза занял Дэниел Кетч. После того, как на его сестру напали бандиты, Кетч обрел мистический контакт со своим мотоциклом, в котором был заключен дух мщения. Этот дух когда-то был пуританином по имени Благочестивый Кейн, являвшийся предком и Блейза, и Кетча. Джонни Блейз также был героем этого комикса, но второстепенным, и позже оказался братом Кетча. Четвертый призрачный гонщик Робби Рейс, работавший в автомастерской подросток из Лос-Анджелеса, получает силы духа мщения Элли, что дает ему способности призрачного гонщика. Во время одной из уличных гонок, военные загоняют его в тупик и убивают. Именно в этот момент появился Элли, в частности он превращает свой Dodge Charger в пылающую машину. Следующим призрачным гонщиком был Фрэнк Кассел, ветеран войны в Афганистане, имевший звание лейтенанта и являвшийся одним из наиболее опытных бойцов в своем отряде. После того, как его семья была убита преступниками, он взял прозвище Каратель и объявил войну преступному миру. Призрачный гонщик обладает разными суперспособностями. В любой момент он может превратиться в могущественного демона. В это время все, кроме скелета, исчезает, а сам скелет будет объят адским пламенем. Призрачный гонщик обладает сверхчеловеческой силой. Сила духа возмездия позволяет его хозяину поднять вес свыше 25 тонн. Призрачный гонщик также неуязвим к любому физическому урону. Он не ощущает боли и способен выжить при падении с огромной высоты. Дух возмездия комфортно чувствует себя при экстремальных температурах, в местах с высоким и низким давлением, под водой и даже в открытом космосе. Поскольку тело призрачного гонщика состоит только из скелета, то и пули не причиняют ему вреда. А благодаря адскому пламени большинство пуль расплавляются, даже не долетев до него. Призрачный гонщик способен вызывать адский огонь из самой преисподней. Он может испускать пламя любой частью тела, будь то глаза, рот, руки, ноги и так далее. Также он способен ощущать зло на расстоянии. Эта способность помогает ему почувствовать, что была пролита кровь невинного человека, но не позволяет узнать, кому принадлежит пролитая кровь и жив ли обладатель. Карающий взор – ультимативное оружие призрачного гонщика. Если дух возмездия находится вблизи противника, он может использовать карающий взор. Посмотрев в глаза призрачному гонщику, злодей испытывает ужасную боль, равную той, которой он причинился за всю свою жизнь другим людям. Мотоцикл – основное транспортное средство призрачного гонщика. Под действием силы гонщика приобретает множество сверхъестественных свойств. Таких как огненная форма, мотоцикл становится объятым пламенем мистической природы. Телепатический контроль, призрачный гонщик может управлять мотоциклом ментальными командами. Огромная скорость – гонщик может ехать со скоростью до 500 миль в час. Высокая прочность – мотоцикл очень сложно повредить. Призрачный гонщик на нем может пробивать стены. Цепь, используемая призрачным гонщиком в качестве оружия, обладает многими мистическими возможностями. Подчиняется телепатическим командам гонщика. Может изменять свою длину. Имеет огромную прочность. Может укрепляться, становясь чем-то вроде посоха или копья. Если цепь раскрутить, то она может служить циркулярной пилой или вентилятором, которым можно поймать ветер. Цепь может разделяться на множество острых дисков, вроде метательных звезд ниндзя. При желании гонщика может быть объята огнем. Также раскрутив цепь, гонщик может создать огненный смерч. Итак, ребята, фигурка призрачного гонщика практически готова. Осталось сделать только шипы на куртке и цепь. Но перед тем, как это сделать, посажу фигурку на мотоцикл. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, ребята, фигурка готова. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, поддержите канал. В комментариях напишите, похоже у меня получилось или нет. А также напишите, что нам еще слепить. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина. Приветики от меня сегодня получают Вова Жуатовский, Валерия Смагина Песни и Валентин Плей. Ребята, передаю вам огромный привет. Также передаю приветики участникам нашей группы ВКонтакте. Их получают Никита Масюцкий, Матвей Матвеев, Тита Дерепикаско, Ярослав Богомазов, Андрей Перов, Данил Высотин, Ярослав Кольчугин, Данил Нишуков, Наталья Кот, Андрей Масалько, Артем Зензин, Лилия Пестрякова и Данил Кривошейн. Ребята, передаю вам также огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!